Всем привет, дорогие друзья, в ЦИОМ наш любимый в очередной раз порадовал каким-то очередным бредовым опросом, а вы не знали, докладываю, оказывается, 91% россиян поддерживают внесение поправок в Конституцию, ну, то, о чем говорил главный две недели назад, 15 января, 91% на минуточку, то есть 9 из 10 человек, вообще, наблюдал за этим сегодня, так меня позабавило, картина была вот умилительная. Изначально я увидел цифру 80%, то есть пропагандисты писали о 80%, когда где-то минут через 40, через час, я снова зашел в раздел новостей, она выросла уже до 90%, в конце концов лужицы остановились на цифре 91%, и там где-то переправили во всех информагентствах, я умилялся, видимо, допрашивали, что ли, сотрудники в ЦИОМ каких-то там не до конца опрошенных, или там каким-то образом подбивали бабки, ну, по большому счету, все мы прекрасно понимаем, что это вранье, галимое, нужно каким-то образом попытаться навешать лапши на уши людям, чем, собственно, пропагандисты всю дорогу у нас и занимаются, на самом деле, к чему я об этом заговорил сейчас, потому что подробнее об этом я расскажу в реальной журналистике завтра, все по расписанию программы выйдет, а сегодняшний выпуск, он является неким таким продолжением выпуска вчерашнего, где появилась целая куча знаек, там где-то в комментариях, в письмах и так далее, которые начали меня увлечать в том, что ты историю, Сашенька, не знаешь ни хрена, на самом деле тупенький ты, история исторической ситуации ты не владеешь, дорогой мой, не владеешь ты исторической ситуацией, так вот докладываю, дорогие друзья, вот к чему я вам привел вот этот пример с ФЦИОМом, что это было, а это не просто какая-то левая публикация, это история, уже история и это попытка, да, внести вот результаты этого опроса в историю, которая, возможно, попадет в учебники истории когда-то, да, просто под определенным углом, выгодным для определенной группы людей, больше, группы людей, больше вам скажу, вот сегодня в 20 часов, по местному времени, в любом регионе, где бы вы ни находились, где бы вы ни проживали, выйдет в эфир программа Вести, в 20.00, так она и называется, очень рекомендую ее посмотреть вам, а затем в 21.00 сейчас выйдет другая программа, программа Время на первом канале, докладываю вам, дорогие друзья, это тоже будет попытка внести картину сегодняшнего дня в учебники истории, и, как мы с вами прекрасно понимаем, опять же, под нужным определенным гражданным углом, вот, и поверьте мне, спустя 100 лет, в 2120 году, точно такие же ваши потомки будут спорить с моими потомками, например, что ты врешь, все вы врете, мы читали, что там происходило в 20.00 году, мы и статьи читали, видели результаты опроса, видели несколько выпусков новостей официальных центральных каналов, где все русским по-белому объясняется, что вообще тогда, в 2020 году, русские люди жили, как у Христа за пазухой на самом деле, да, они, страна входила в пятерку мощнейших экономик и мира, люди там трескали красную икру, там черную парное мясо, осетрину, запивали все это там коньяком какой-нибудь столетней выдержки, очень дорогим пенсии платились миллионные, начинали их выплачивать еще с десятилетнего возраста и бла-бла-бла, вот у нас есть пруфы, мы их нашли на сайте какого-то там агентства 2020 года и повторюсь, вот на сайте Первого канала за там такое-то число. Ребят, вот так вот пишется история, поэтому когда я читаю вот этих вот типа знаек, которые очень сильно разбираются в истории, меня это улыбает. Начните вы уже наконец-то думать и включать голову, да, вот почему-то когда мы говорим о дне сегодняшнем, до вас очень хорошо доходит, что такое пропаганда и как она работает. Но когда мы вдруг перемещаемся куда-то на сто лет назад, в общем-то свято уверены, что вот до Путина услугами пропагандистов никто никогда не пользовался. Вот вообще никто не знал о существовании пропаганды, ни большевики об этом не знали, ни кто-то, кто жил в царской России об этом не знали. Так я вас расстрою. Тогда были точно такие же пропагандисты. История, она всегда, во все времена переписывалась в угоду тем или иным людям. Она всегда переписывалась, исходя из политических интересов на тот момент. Поэтому когда вы мне говорите, да, я точно знаю, что ты там точно знаешь? Что ты можешь точно знать? Ты что, жил в те времена? Это первый момент. Второй момент, да. И то, что история переписывалась огромное количество раз, мы все это тоже проходили. Лично были свидетелями, вот те, кто постарше, там, я не знаю, 35, 40, 50 лет. Эти люди меня поймут, они еще успели пожить при советской власти. Вот при советской власти нам говорили одно. Потом Советский Союз развалился, нам говорили другое. Да, и вот так вот, чем больше мы ударялись от отправной точки, там, от революции, от дореволюционных событий, каким-то удивительным образом появлялось все больше и больше знатоков истории. Мне интересно, на чем они основывались. Каким образом им все это дело удавалось выяснять? И вы им верите. У вас даже в голове не укладывается, что тоже может быть, либо кто-то, кто придумал что-то там, либо это может быть какой-то очередной потомок какого-то пропагандиста, или, там, поклонник, может быть, того или иного толкователя. Приведу простой пример из жизни. Вот вы знаете, как раз о, в плане знания или, там, незнания истории. Я родился и вырос в городе Екатеринбурге и прожил 30 лет на улице Серафимы Дерябиной. Понятия не имел, кто такая Серафима Дерябина, от слова вообще. И вот однажды я вдруг встретился по работе, разумеется, с одним человеком, который как раз оказался историком, и что удивительно, он оказался сыном этой Серафимы Дерябиной. И, конечно, мне стало интересно, я его начал расспрашивать, кто чего. Оказалось, что она, ну, где-то в чем-то революционерка, но такая не особо выдающаяся. Есть в Екатеринбурге еще одна такая улица, центральная, называется улица Антона Валика. Так вот, эта Серафима Дерябина, она была вот женой вот этого Антона Валика. Собственно, все, чем она замечательна. А вот теперь, да, чем был замечательен Антон Валик? Дело в том, что он, значит, осуществил и руководил всей операцией по расстрелу царской семьи в Екатеринбурге. То есть, он ее спланировал, он осуществлял общее руководство. То есть, не сам стрелял, да, из пистолета. Он осуществлял общее руководство, и вот так вот он попал в историю, равно как и его жена. И вот эта история, когда мы с ним разговаривали, на самом деле, историком-то стал по одной простой причине, чтобы хоть что-то узнать о своих родителях. Потому что вы, наверное, прекрасно понимаете, что такие вещи, они имеют гриф очень-очень секретный, да, которому у простых смертных нет доступа. Либо, вот как ему удалось выяснить, он очень мало выяснил о своих родителях, что просто часть архивов была уничтожена. Потому что никто не должен знать, что же там произошло на самом деле в 2018 году, и как все это происходило. Вот вам, пожалуйста, как переписывается история. Вот это и называется работа пропаганды. Повторюсь, историк со статусом, с образованием. Он пытался просто узнать о судьбе своих родителей. Он положил на это всю жизнь. И он ни хрена толком не узнал. А вы сидите, простые смертные, читаете интернет, и вы, оказывается, там стопроцентную правду какую-то находите. Вот некоторые мне там писали, да ты, понимаешь, да в России, да революционно там жили все, как у Христа за пазухой. Ну, то, о чем я говорил в самом начале, через сто лет про нас, видимо, то же самое будет говорить. Да мы там в мировых лидерах были, да все было прекрасно. Вот теперь я просто попрошу вас проанализировать одну простую ситуацию. Если действительно все так было прекрасно. Если люди жили, как у Христа, так и за пазухой, что ж они на вилы подняли своих благодетелей-то в семнадцатом году? Ну, что за глупость-то? Вы можете себе представить, причем не просто на вилы. Они взяли оружие в руки огнестрельное и с этим оружием пошли свергать власть. Ну, если все реально вот настолько классно было в дореволюционной России, ну, это же бред. Представьте себе предприятие, где работники работают, получают зарплату выше, чем сотрудники Газпрома, какие-нибудь топ-менеджеры, у которых там полный соцпакет, которые как сыр в масле катаются. Они возьмут оружие, пойдут свергать своего директора, дабы устроиться затем на Ивановский комвольный комбинат. Сами подумайте, тогда, может быть, поймете. А вообще, к чему весь этот аджаз, да, хочу ответить, наконец, уже на вот этот вопрос, бестолковый и глупый, который мне очень часто задают. Типа, так мы не понимаем, для чего ты все вот эти вот видео записываешь, для чего ты к нам обращаешься, зачем ты все это делаешь, ребят. Вот я уже много раз говорил, но повторюсь еще раз. Учитесь уже, наконец, отделять зерна от плевел. Вот это моя задача, попытаться вот убедить вас это делать. Научитесь работать с информацией. Не надо верить всему, что вы там увидели, то, что написано на стене, на заборе. Вы знаете, на любом заборе тоже много, что написано, там, Маша шлюха. Но это не значит, что оно так и есть. Не читайте вы этих вывесок, не читайте советских газет до обеда, и вообще старайтесь фильтровать любую информацию, которую вы черпаете из интернета. Работайте с ней, анализируйте ее. Вот это первый шаг, который необходимо сделать нашим гражданам. Первый шаг к созданию гражданского общества. И только после этого вы начнете работать, анализировать информацию, когда вы начнете не дядю Васю слушать, а когда вы начнете просто думать, ага, вот здесь вот я что-то увидел, а ну-ка, вот я там посмотрю, а вот здесь, а вот покручу-ка я вот этот момент, а сравню вот это вот красное с черным и так далее, вот тогда мы начнем постепенно превращаться в полноценное гражданского общества. Когда вы начнете понимать, что вас очень часто обрабатывают пропагандисты, и это делается не только посредством Киселева, Соловьева и Скобеевой. Вот и все. Поэтому, ребят, еще раз говорю, работайте с информацией, а не читайте всякую фигню в интернете. Увидимся, услышимся очень скоро завтра. Реальная журналистика по расписанию. Все, пока, пока!